И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Teech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт и Эскер. И мы потихонечку-потихонечку в Shadow of Tomb Raider продолжаем наше путешествие по Кубакьяку. 25% практически у нас слабее. А, и еще спасибо всем, кто поддерживает шортсы. Я сегодня после публикации предыдущего эпизода заглянул в статистику. Понемногу-понемногу они набираются. Наш предыдущий эпизод с Ионой, Эбби и Ларочкой уже набирает лайки и просмотры. За это спасибо, ребят, большое. Реально большое спасибо. Хотелось бы еще побольше комментариев, чтобы можно было озвучить их, конечно, в итоге. Я же их озвучил, вы же знаете. Я же их стараюсь озвучивать. Так что, вперед. Ну, а сейчас пока что давайте двигаться вперед. Что, как, с чем едят, почему, зачем и как. Та-та-та-ра-та-там. Так, грязь. Лара может маскироваться с помощью грязи, становясь менее заметной для противников. приготовление снадобий удерживайте чтобы открыть меню снадобий вот понятное дело кстати вот как раз таки мы с вами же остановились этой ночью ну у меня ночью у вас то днем сейчас вот буквально вот сейчас буквально 11 40 вас креси уже эпизод должен был выйти потому что я стоял там примерно на пол двенадцатого ну остается это под аналитику подставить то что показать когда кто заходит почаще чтобы вам было удобнее сразу зайти о свежий хороший эпизод прямо с полужару чтобы как говорится всем было удобно так вот даже вроде гребны собаки ненавижу собак и ненавижу не путать ненависть и страх две разные вещи терпеть не могу а еще у нас бесты божество все пожирающие смерть ну или война или что нужно потушить огонь сейчас потушим так что мы с этой штукой делать нет а вот как можно пройти мне нужно на тот уступ допустим давай залезай не смей там падать о бегут с зарезы сейчас потушим лара сейчас потушим все потушим сейчас как эти собаки вообще здесь живут тут жарище лютое как мне кажется что это огонь не потушит ну ладно так вот там я не перелезу так как я перелез на той стороне что-то мешает нет не получится а может мне туда как-то пири попробовать что ли на той стороне что-то мешает нужно убрать эту помеху она разъявляется помехой висит ладно пока пооткрывай все а там посмотрим что да как спокойно-спокойно ларич так это забираю так тут на той стороне что-то мешает о золото на той стороне что-то мешает нужно убрать эту помеху какую помеху я даже не понимаю какой помех идет речь такие моменты я сейчас прям мечтаю чтобы надо прокачать выделение всех зон которые мне необходимы мне точно не на эту штуку надо там фиксатор там переключатель может мне сбоку точно там сбоку есть какие-то крепежи мне наверно туда надо ясно мне можно abandon bek крик такой неестественный честно говоря так ладно к Давай, раздувай Отлично А Это я, типа, тут должен был прыгать, да? Ну, ладно Так Там, вроде бы, я все забрал, на всякий случай Идем проверим Ну, вроде как, да А здесь я никуда не залезу О-о-о-о Приятного аппетита Бон аппетит Свежая попка обновленной тушки Ларри Крофт Это, конечно, не золотая эпоха Ну, для вас, собачек, собак тоже Я понимал бы, если бы я мог бы здесь... Нужно убрать эту помеху Я понимал, если бы я мог бы здесь... А, стоп, есть идейка О-о-о-о, додумалась голова моя Слишком сильный ветер, не перейти Ай, да не переживай Сейчас прикроем этот ветерок Все будет нормально А Ларочек Ларри просто так открывался Так... Надо перейти на ту сторону Подстрелить Эту заразу Почти готово Надо придумать, как разблокировать ставни Да, придумать-то придумать Мысль-то есть одна Но она мне не понравится Не понраву Надо придумать, как разблокировать ставни Э-э Нет У меня есть идея Подцепить эту штуку к той Но мне нужно как-то туда попасть Как разблокировать ставни Тут разве что только с разбегу попробовать Давайте попробуем Я не уверен, она разбежится ли тут вообще Нет Но попытка не пытка была Проблема в том, что в отличие от других Томбрейда Шадоу Я даже не говорил про классическую Ларкрофт И перевыпуски Золотой Эпохи Я говорю именно про это Про последнюю трилогию У последней есть большая беда Здесь нет интуитивного понимания пространства Физического нету Слишком сильный ветер Не перейти С одной стороны как бы В реальность Ну как бы объяснить Нету Интуитивного восприятия Физической действительности Вот так можно сказать Ты Видишь пространство Но ты не понимаешь За что ты сможешь С чем взаимодействовать С чем нет В других версиях Лары Даже я не говорю Я не говорю про последнюю трилогию Надо придумать Как разблокировать ставни Понимаешь Как с чем взаимодействовать Ты это понимаешь А здесь этого нет Что-то его удерживает Надо придумать Как разблокировать ставни Я-то и не против Лара Вот только я не уверен Дотянется ли он до туда Ну попробую конечно Чтобы разблокировать Нужно попасть на ту сторону Чтобы попасть на ту сторону Что мне нужно сделать Раз уж только полазать где-то А где мне полазать Надо придумать Как разблокировать ставни Приди-ка то есть Лара Почти готова Надо придумать Как разблокировать ставни Я не понимаю Только за счет чего Мне вот эту всю Блокировку снимать Надо придумать Как разблокировать ставни Я не вижу Ни подхода Ни захода Мне нужно снять огонь Чтобы снять огонь Мне нужно оказаться На той стороне Чтобы мне оказаться На той стороне Мне нужно каким-то образом Умудриться Умудриться Попасть туда Попробую конечно Еще раз разбежаться Может Нет Может это скипнуть А то Смотреть как ее пожирать С собаки Мне не особо интересно Как они вообще здесь выживают Я не могу понять Я понимаю В древние Кичакские времена О Нет А то Это какая-то Слишком сильный ветер Не перейти Да ветер-то нормальный Так Залезай Я не могу Ведь на эту штуку даже не напрыгнешь Не навесишь ничего Надо придумать, как разблокировать ставни Да идея есть, Лара Надо подцепить вот эту штуку Вот к этой Потом открыть, она разблокируется Проблема в том, что я не понимаю Что к чему Я не понимаю, к чему мне ее подцепить Я реально не понимаю Будто я что-то упускаю Будто чего-то я не вижу А оно здесь Понизу мне не пройти Надо придумать, как разблокировать ставни Может, конечно, она О Эти птицы меня достали Пусть падают В огонь я не могу сунуться По понятным причинам И как я тоже был понять Я чисто решил дать Сценку по поводу на колонну Она настолько естественно смотрится Что я ей вообще В общем, вы поняли Мою думу Головоломка понятная А вот как добраться До реализации этой головоломки Непонятно вообще Ни хрена Так, теперь как мне отсюда Осталось запустить другой маятник Да-да-да Осталось запустить И можно задувать свечку Да будет поток воздуха Собаки тут наверно попер... Я не специально Ну ладно, пусть Это... Это на десерт Это на десерт А ладно Да десертный турель Ну, не знаю, реально Вообще забава, кстати Шлемы Да Я даже удивлен, что она О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Что за подстава? Играй, я закрыл твои двери Я даже не заметил, что они открыты Вот это несобранность Это называется несобранность Я сейчас, видимо, в какой-то Фрустрации Нахожусь Ну, в принципе Наверное, сейчас апатия лютая и все Так, сдуьте, пожалуйста Ведь Я хочу убедиться, что он не загорится Если я закрою Нет, вроде не загорается Хорошо Ну, ветер реально сильный Он сдуть может Золото мое Золото никому не отдаю Добрый день Ну А тут что у нас? Покров Хуракана Снижает урон от огня и взрывов Ветер слегка утих Пора убираться отсюда Убираться это точно Хватит лейдзера Образы недоделанные Забрали главное Как мне вот эти сундуки? У меня отмычки никакой нету Вообще О Мало ли какое-то достижение Скрытое за это дается А я не знаю Об этом А так хоть узнаем Кстати Я пришел оттуда А тут еще Проходик здесь А этот куда ведет? Да, у меня есть базовый лагерь Но я хочу поизучать местечко Понимаете? Место реально большое Интересно Может куда и выведет Может что найдем Нет места Ничего не могу взять Ой, да ладно У тебя на все есть место А, на грибы Ну ладно На грибы может и нет Вот и вышли Как и вошли, да? Все верно Так Подожди, а куда мне сейчас? А, вот сюда По-моему Да? Да Куда теперь? А, во Стоп, подожди Куда мне теперь? Я что-то запутался Она должна уметь Отсюда выбираться Без базового лагеря Так, минуточку Подо мной ничего нет Я добрался до сюда Что дальше? Так, я теперь Так, я теперь запутался Что, куда, зачем и как Так, залезли? Так, залезли Дальше куда? Надо было через базовый лагер Уходить Что-то я вообще Какое-то Рэбо Начал делать Так Допустим Я тут Мне надо туда попасть Так Вот Я здесь Точно не сюда То есть То есть Мне тут вообще Ничего не светит Что-ли Только обратно Лезть что-ли Ну ладно Ты что Тебе Вот я говорю Здесь нет ощущения Адекватной физики Я говорю Тут нет ощущения Адекватной физики Не понимаешь Куда тебе Лезть надо Вообще Будет Тут все Поломано И я попал В неизвестное место Мне Если что Я на Х нажимаю То многие сейчас Могут наверное Говорить Ты на Х нажимай И будешь зацепляться Она не зацепляется Нигде Она не хочет Зацепляться Она зацепляется Где попала Но только не здесь Как я вообще До туда допрыгнула Ему понять Ой Да уж Вот влезай Я всегда Какую-нибудь Чертощину Надо было Вот здесь Вот что-то Вот Вот тут прям Вибрировало Что-то Она могла Здесь сделать Я стараюсь По Вибромассажу Джойстика Определить Куда Что мне Давай 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 Ладно Попробуем До лагеря Добраться Теперь Да Так Ну-ка Лечение Молодец Вот она может Зацепиться Давай Давай Ты можешь Что ты Лар Зацепись Адекватно Она не хочет Я тут что Застрял Что-ли Так Ну-ка Последнее Сохранение Где у нас Было Да К последнему Сохранению Я Не понимаю Может быть Какой-то Глюк Случился Так Ладно Пойдем Давай Через Лагерь Не-не-не Ты залези Пожалуйста Залезь Пожалуйста Я бы с удовольствием Прошелся бы Вот Под той задницей Но поскольку Меня туда Ну Система Не пускает Стоп Я может быть Да Я вот Через эту задницу Шел А там Альтернативная задница Она должна вести меня обратно На меня Давайте попробуем Может реально какой-то Глюк случился Если что Мы пойдем через Последнее сохранение Ничего страшного Не случится Потому что Должен же быть Адекватный выход Для нее Иначе как Это получается Что она Прошла обратно Что-ли Через Гиену Огненную Не поверю я в такое Ни вы Ни я Все знаем Что она через это Не полезет Ну Хотя это Лара И причем Обновленная ее версия У меня нет столько места Конечно полезет Так Дорога есть Пути нет Объясните мне Как это работает Поклятая пещера Ладно Идем через этот Через лагерь Я думаю Через лагерь Выбраться дадут Ты залезай пожалуйста Молодец Я реально Потому что не понимаю Как мне через Вот это место выйти Надеюсь Лагерь хотя бы работает Он доступен Прекрасно У нас наук есть Кстати один Но тратил пока Не на что мне Так Давайте сюда Во первых В лагерь Потому что рядом Находится Я помню Ящик с припасами У детишек Которые пытаются Зарвать Сзади Лягушки Петардой Молодец Дебилы Вот реально Мне это очень не нравится Мы кстати с вами Полчаса проводились Сейчас Ладно Сделаю эпизод Подлиннее сегодня Тем более я могу Потому что записываю Сейчас в середине дня Обычно я в это время Что делаю Просматриваю вакансии Какие есть Но сейчас пусто Ничего адекватного нет И подумал Почему я делаю это Каждый раз ночью Запишу лучше сейчас Позволю себе Один денёк сделать Если что телефон передо мной Если что Я могу поставить на паузу Запись И поговорить Если надо будет Так что В принципе логично И правильно я делаю Почему бы это Надо так делать иногда А книжки я ночью читаю У меня так проще Тишина Никто не отвлекает Никто не шумит И на улице тишина Никаких посторонних звуков Только звук аквариума Ну и шелест дождя У нас дождик Хоть был ночью Очень хорошо Освежило всё Приятные ощущения Знаете Когда читаешь Хорошую книжку По медитации Или Настольная книга Финансового директора Я кстати Изучаю сейчас Направление тоже Для себя Для себя Чтобы понимать Хотя бы Побольше И вот Такой приятный Шелест и шум Это то что мне надо Так Ну Гробницу я видимо Не всё изучил Да и чё с этим Сейчас мы пойдём По сюжету Нет места Ничего не могу взять Только сперва Зайдём к торгашу А то видимо Опять мне всё продавать Надо да продавать А Та бэй Та бэткар так сейчас идем тогда к торгу личу там какой-то еще гордо орел будет особе говорил сэр решки помню я рад видеть в городе новые лица здорово знать что про наш скромный уголок еще не забыли а еще здоровее будет если ты заглянешь в наш магазин да прикупишь чего-нибудь да было 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 а вот в этом я не заглядывал красивый домик тут наверняка в деле еще осталось полно документов или что-нибудь еще вот это видно делала женщина слишком много фукси причем делала старая женщина фанатка фукси я не туда свернул я не туда свернул мясо сейчас немножко ппс поседает но ладно терпимо я понимаю что будут многие иногда же пишут иногда пишут ребят что как-то может шаргас и ппс отчасти это привычка 90-х нулевых 90-х как дела что-нибудь приглянулась ну во первых я пришел тебе продать много золота у меня очень много золота отличный выбор так ткань я себе пожалуй оставлю немного выгодная сделка вот знаете вот этому торговца нужно добавить диалоги джеймса форда ссора из lost viadomus там потрогал купил или безымянный персонаж хочешь что-нибудь купить вот lost viadomus хорош ссора вот в плане торговли держи ну ты что не сравнится на трамаре сделать нарезку всех форда вских этого высказываний о безымянный персонаж хочешь что-нибудь купить это реально послушай правил повелитель буха ральфи помощь не придет из-под мышки штата алабамы еще вопрос есть каждая фраза джеймса форда ссора из lost viadomus буквально это вот не хватает всем вот этим вот торгашам тот харизматичный да он такой вот мудак но он породистый мудак и это приятно слушать порой а тут что-то приглянулось или что-то в том духе или т.д. или т.п. шкуру имперского ягуара давайте-ка продадим сколько ты за нее дашь мне скорее всего нужна для прокачки но мне пока нечего прокачивать вот это тоже давайте-ка выгодная сделка я придержу про себе парочку не буду слышать отличный выбор так выгодная сделка отличный выбор жир в даст полно с достатком поэтому я немножко выгодная сделка лучше продавать и накапливать продавать и накапливать пока ты можешь так здесь нормально здесь нормально нефрит держи продам пистолет и глушитель небо отмычки вот отмычек не хватает патронов более не в доставке но я возьму выгодная сделка вот так вот возьму и пусть будет запас небольшой запчасти но это для ремонта или для прокачки но это не надо мне черный порох для производства я могу конечно костюмы купить тихие атаки на врагов дает больше опыта ну типа взять чисто весь костюмерный набор ну ладно это у нас не официальная часть поэтому здесь как бы нет смысла что ли хотя если это потом перенесет сейчас я пожалею да ладно да у меня есть что тебе нужно ладно я возьму держи чисто не мозолила хотя потом глаза выгодная сделка а эти потом возьмем приятно иметь с тобой дело иона я нашла руины инков но основание храма кажется древнее да Эбби вспомнила где она видела этот символ он где-то внутри храма супер передай ей спасибо я и так слышу ты главное не сломай там ничего не переживайте жду тебя здесь лара у иона уже свидание сколько длится мы ему право тянем и тянем надеюсь у него все хорошо кунирая бог луны у инков он не относился к числу главных богов и поэтому у него не было жены здесь рассказывается о том как он превратил свою сперму в фрукт и богиня кавильяки съела плод и забеременела эта беременность стала неожиданной ведь кавильяки была девственницей но когда родился ее сын он сразу раскрыл тайну отцовства потому что немедленно пополз прямо к кунирае кавильяки сочла таким унизительным что отец ее ребенка незнатный бог что вместе с сыном бежала в перу где они превратились в скалы на побережье угостил сперму и забеременел это типа намек что через оральный секс тоже можно забеременеть интересно походу мая что-то знали но в принципе реально интересно вот это интересная реальная история настоящая санта-барбара девственница забеременела из-под фрукта спермы привет я слышу их зов из-под земли голоса старых богов тебе просто нужно отдохнуть нет сама посмотри посмотри как дыхание богов поднимается из утробы земли ты услышишь их вой не замечала где его дыхание увидишь почуешь вдруг сможешь облегчить их страдания вот прям такой информативный сэр прям сама информативность так а где этот орлин из глаз стоит о найден новый базовый лагерь прекрасно тринити совсем взбесились но раз они здесь значит мы отстаем по крайней мере я напала на след если Домингис прав я должна добраться до Ларца первой к сожалению Ларе ты не права он должен добраться первой в конце концов у него на руках нож это единственный способ восстановить Робогидон с одной стороны как ни крути так красота наш пистолет полностью улучшен ты не хочешь улучшаться а что я коплю давайте улучшать тогда уж все ну а смысл мне это хранить так хотя бы прокачаем все понемножечку полегонечку все равно этого вода прополно а то когда я отпускался в прошлый раз в пещеру мне вообще нельзя было достать даже ничего а так хотя бы что-то прокачаю потихонечку так давайте завтра сравним по характеристикам скорость перезарядки повышенная урон повышенный у этого фиг знает но точно ну даже точно скоростильность схрабает так а если я у тебя улучшу так если вот сравнивать теперь только скорострельность и безопасность увеличен а это и безопасность да нет я вот это возьму пусть со мной будет так улучшу все а там уже подберу что мне понравится подойдет что не подойдет в общем будем собирать все подряд и прежде чем продавать буду улучшать активно в этом больше смысла чем во всем остальном дайте вот это заберу вот и бочек почему-то много валяется не пойму ну ладно охота охотиться на животных и свежую добычу вижу и фресочку тут много чего есть в общем пойдем по храму сначала изучим здесь все а этот жрё ты даже не заметил что за о этот походу сейчас все дикое племя перебью ну ладно зато больше жира будет больше шкур все прекрасно так вы что у нас помпез для какой-то памятник дракон наверное здесь изображена пачамама богиня материнства земли и времени уинков она богиня плодородия и урожая ее тело это горы и она же вызывала землетрясение люди создавали миниатюрные предметы одежды очень искусно сделанные исключительно для того чтобы сжечь их тем самым принося их ей в жертву этим можно объяснить подпалины на полу а коричневые пятна наверное кровь лам их тоже часто приносили в жертву да уж доктор педро домин чего только не найдешь карта обновлена найден монолит так найден заблокированный монолит так это я возьму спасибо не могу разобрать диалект я что-то упустила из виду так чтобы расшифровать этот монумент нужно повысить уровень кичуанского диалекта ясно а второй забор смотрите это видео по проход не уговорилось ладно давайте теперь документик заберем так документик там а ты куда меня тогда ведешь так прямо интересная полоса препятствий у мисс кров а вот эту дорогу я узнаю мы там были конечно но так ну походу так неплохо 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 странно эти животные создания так мне нравится шум дикой природы так 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 это забирай тоже идешь со мною ха-ха-ха думал не замечу заметил а убежал он ладно тоже неплохо хотя бы два очка теперь есть ягуар будет что пожрать хотя опять же вот это то что делает лара такое нерациональное использование ресурсов реально это порой немножко выбешивает да по сути собираю это я для нее все но посудите сами ей нравится постоянно бегать охотиться тут реально много чего чем может заняться так что в принципе это нормально так тут внутри должен быть документик нет снаряжения так тут тайник который открыть я не могу здесь видимо нужна бомба или граната или что-то вместе взятые монолит тоже мне недоступен так пусть пусть бегает я уже достаточно наловил так а вот это место интересно интересно и опять бочки с маслом где я так да я иду в интересное направление только разве что в воду есть вода но нет парохода странно это все разве что только выход где-то там сверху будет стоп 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 вот это вот слишком немножко кажется паревна ну-ка давай здесь ядом должен быть какой-то пароход я только не знаю где но он должен быть давайте еще раз сначала побудем там где светит солнышко всегда изучайте периметр потом уже лезьте всякую задницу не дается тут наверняка есть какой-то пароход о котором я не знаю но нам его не покажут потому что скорее всего по сюжету то есть здесь костыль есть вроде бы открытый мир но пароход нам не дадут реально место ощущается реально с открытым миром так давайте давайте же в навыки заглянем что у нас с вами есть крыло орла повышает шанс вернуть стрелы при обыске врагов из животных убитых лука слушай вот это хороший навык будет но инстинкт выживания длится дольше полезная вещь улучшение возможности озарения позволяет чувствовать противников и хищников тоже интересный навык эту урону впереди тринити появляется очень часто поэтому мне почему-то кажется что лучше будет прокачать именно ветку ассасина используйте снабиок концентрации чтобы ускорить реакцию химические ему реально крыло орла полезный навык его бы надо в кизимии гнижного аспида все полезно ну сейчас очень много эткрих животных возможно с них можно что-то побольше получить но даже если я получу я сам достижение не получу в стим потому что у меня это не стим блеск змеи ладно давайте возьмем то что реально нужно по тотальному я сейчас лезу чуть ли не в самую крупную забарушку стрелить я это чую пусть будет это шифт тихо убийство нажмите игру чтобы убить еще одного противника то есть убить сразу двоих это в принципе проще будет мне что ж сколько сейчас у нас получается 55 минут да ну как раз часик выходит давайте сейчас поищем этого миссис кондора так кто кто здесь орел так с этим я уже говорил я не понимаю кто здесь миссис кондор а кто тут миссис кондор есть какой-то кондор с которым надо поговорить но его нет кондор есть но вы его не найдете кто из вас кондор ты что ли кондор не похож да ничего страшного не выстрелит может тут где-то прячется сэр вы там нет ладно давайте пока на этом тогда мы закончим как раз часть записываю мы в принципе с вами сделали достаточно много мы во-первых забрали точнее дочистили гробницу покормили волков поохотились за кабанов пособирали попродавали поплавали и в принципе открыли парочку лагерей что в принципе хорошо и увидели парочку багов неплохое достижение на сегодня такой скрупненький прохождение но в принципе неплохо что ж ребят надеюсь что вам понравилось сегодняшнее прохождение лайк комментарий подписка на канал комментарий под видео напиши и конечно же посмотри предыдущие эпизоды и вот здесь будет закреплен эпизод с молодой Ларри Крофт если только этот эпизод вышел только-только сейчас успей посмотреть юный малыш малышка Крофт лазает по стенам поместья Крофт это реально кроволол обязательно всем до скорых встреч и пока удачи увидимся субтитры Продолжение следует... 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 Продолжение следует...